Вы лучше нам покажите ваши яхты, дворцы и банковские счета. Но я не делал этого, а вы меня, суки, обвиняете в этом. Что вы боитесь? Вы недавно Максима Шевченко так вот пренебрежительно, Максудом его назвали. Так он сам себя так называет. А вот почему в левом крыле такая разобщенность и конфликты постоянные? А что у вас происходит? Почему лидеры все как-то не дружат? Дело в том, что я не причисляю себя к левому крылу. Надо же понять, что я не политик, не общественный деятель. Я не собираюсь участвовать в выборах, а уж тем более строить какую-то политическую партию или занимать какие-то руководящие посты уже существующих партийных структурах. Хотя меня приглашали. В том числе мне дважды было сделано приглашение на участие в прошедших парламентских выборах. Я поблагодарил, но сказал, что я в этом не нуждаюсь. Ну, во-первых, у меня здоровье, прямо скажем, не лошадиное. Все-таки у меня онкология. Там и рак желудка у меня был. И плюс у меня хронический лейкоз. Поэтому я периодически вынужден проходить всякого рода процедуры, курсы лечения и так далее. А чтобы работать депутатом, реально работать депутатом, не корочку носить, а чтобы реально помогать людям заниматься законно-творческой деятельностью, это надо пахать с утра до ночи. Понимаете, надо разъезжать по своему округу, надо реально помогать людям, вести прием. У меня сейчас нету просто физических возможностей это делать. Потому что я привык все-таки честно работать. Я всю жизнь так работал. Вот если мне поручено какое-то дело, я в лепешку разобьюсь, но это сделаю. То есть я не хочу просто людей обманывать. Деньги мне вот те, которые платят депутату, они не нужны. Я вам честно говорю. Я вполне состоятельный человек. У меня были какие-то накопления. Плюс у меня хорошая зарплата, даже по теперешним меркам. Плюс у меня гонорары за мои книги. То есть я даже помогаю там безвозмездно. Ну не будем говорить кому. У меня есть такая возможность. А дальше я в 90-е годы активно занимался политикой. И хотел быть депутатом. Даже в ранней юности, учаясь в школе, я хотел стать членом политбюро, там, и секретарем ЦК. Я еще в 10-летнем, там, 12-летнем возрасте уже как бы заинтересовался политикой. Знал наизусть имена всех членов политбюро, секретариата ЦК. Почему я, собственно говоря, и пошел на исторический факультет. Я уже где-то вот в третьем, четвертом классе много запоем буквально читал разного рода исторические книжки, мемуары и так далее, и так далее. То есть я вот пошел на ИСТФАК вполне осознанно и никогда, ни секунды не жалел, что я закончил исторический факультет. Тем более, такой замечательный, как у нас, где преподавали в прямом смысле корифеи советской исторической науки. Аполлон Григорьевич Кузьмин, Николай Иванович Павленко, Иванович Борисович Кобрин, Геннадий, ой-ой-ой, отчество забыл, Кошеленко, Галина Тимофеевна Залюбовина. Ну, много-много. Это вот действительно историки и учителя с большой буквы, которые вот мне очень много дали в плане профессиональной подготовки и становления меня как историка. Поэтому меня политика интересовала всегда. В 90-е годы я активно участвовал во всем этом. Вот тут иногда пишут комментарии, да, Спицын там какой-то непростой, там, откуда там, типа, студент, он знал, там, Горбачевы... Я вам уже говорил об этом еще раз этим дуракам и еще раз им скажу. Когда мы создавали в начале 90-х движение будущих лидеров, а я там был исполнительным директором, помимо того, что я был членом правления, я занимался организацией учредительного конгресса, на котором присутствовали практически все тогдашние видные политики. И Собчак, и Попов, и Рудской, и кого там только не было. И Обалкин, и Шмелев, и Бунич, ну и так далее, и так далее. А потом мне было поручено создавать так называемый попечительский совет. Я начал эту работу, и вот в процессе этой работы у меня установились хорошие личные контакты со многими тогдашними крупными политиками и государственными деятелями. Но так обстоятельства сложились, что даже после того, как я ушел из этого движения, я с большинством из них контакты не прервал и время от времени контактировал. Тем более, что году, наверное, в 95-м или в 96-м, вот я сейчас не скажу точно, я уже в школе, где работал простым учителем, помимо всех остальных моих, так сказать, работ. Я организовал клуб «Время, события, люди», и раз в месяц туда приглашал в этот клуб вот подобного рода персонажей. У меня там был и Зюганов, и Жириновский, и Язов, и Рыжков, и Никита Михалков. За несколько лет, что я там проработал учителем, там человек 40, наверное, прошло, и что дальше? Вот мне говорят, он вместе с Шаталином разваливал Советский Союз. Ну, слушайте, и мне вот это пеняют все время, тот же Шевченко. Я работал у академика Шатальна всего два или два с половиной года. Работал обычным экспертом по договору. У меня трудовая книжка лежала в школе. Почему я там работал? Меня пригласил Гиви Гумбаридзе, который тогда работал в департаменте политических и межнациональных проблем. Это бывший председатель КГБ Грузии и последний первый секретарь ЦК Партии Грузии. А потому что мы с ним встретились на каком-то партийном съезде, я уже сейчас не помню, это ЛДПР или КПРФ, ну, в общем, какой-то партийный съезд. И ему понравились мои записи, то есть конспектирование того, что я делал. И у них возникла потребность, чтобы я вот на подобного рода мероприятия ходил бы и раз там в месяц им давал как бы общую картину от партийно-политической жизни. Потому что тогда начался активный бурный процесс становления разных политических партий и кто во что гораст со своими программами, уставами, лидерами и так далее. А мне тогда эта работа была интересная сама по себе, я сам хотел в этом разобраться. Поэтому интересы, условно говоря, фонда Шаталина и мои совпали, и все. Потом я знал, что мои вот эти записки, они коротенькие были, на 2-3 странички, нравились Шаталину. Он меня несколько раз приглашал к себе именно побеседовать вот по поводу моих записок. И не более того. Хотя, да, я там периодически встречался с тем же генералом Лебедев, он был членом правления фонда реформы, с тем же генералом Громовым, с Николаем Ивановичем Рыжковым, с академиком Обалкиным, академиком Шмелевым и так далее. И так далее. Какие-то контакты были, но это все на уровне. Может быть, там выпить по рюмке, может быть, просто там. Ну, по разным поводам. У кого-то день рождения, какой-то круглый стол, какая-то конференция. Никакого участия в написании предательских планов приватизации, значит, в подрыве экономической мощи нашей страны. Я вот честное слово, не. А вот Максима Шевченко Максудом называют. Он, правда, ислам принял? Я не знаю. Там разные есть версии. По-моему, он сам себя так называл. Ну, это я ему как бы в отместку. Но он прям работает на эту аудиторию мусульманскую. Ну, вполне, да. Дело в том, что он имеет какие-то тесные связи и с дагестанцами, и, по-моему, с ингушами. Ну, слушайте, Максим Леонардович, он такой всеядный. Я вот даже удивляюсь, как в голове... Мне, честно говоря, не хочется его обсуждать. Я убедился в его непорядочности, и мне этого достаточно. Дело в том, что я могу принимать человека даже с противоположными взглядами, если он корректен, если он честен, если он адекватен. Но я категорически не приемлю, когда люди начинают врать, а уж тем более обвинять меня в том, что я никогда не делал. Вот у меня с детства это было заложено. Я сразу начинаю злиться, и даже вот мне это не нравится, но так вот природа моего характера устроена, что меня это больно ранит в сердце. У меня действительно начинает болеть сердце. Но я не делал этого, а вы меня, суки, обвиняете в этом. Вот когда Шевченко нам тысячную аудиторию сказал, что я сорвал этот круглый стол, что я стал на всех орать и так далее, вот у меня такой был прилив брезгливости. Я говорю, как же ты подлец, ты же знаешь, что было не так. И публично это же зафиксировано. Да, да, понимаете, а кто-то поверит. И спасибо вам, Максим. Вот для меня после всего этого он не существует, ни как человек, ни как личность. Он может тысячи раз говорить правильные слова, он может тысячи раз меня поддерживать в моих, так сказать, исторических, еще его последний перл. Ну, это вообще дальше некуда. Значит, его опять там что-то спросили про меня, он начал мне говорить комплименты, что я такой хороший историк, там, пятый-десятый. Но, типа, значит, посмотрите на его рожу. Да, значит, мы с ним одногодки. Не, вообще-то даже он значительно моложе меня. Значительно моложе его это я на 16 дней. Да, он там в конце февраля родился, я в начале марта, ну, полмесяца, это для него шесть. Посмотрите на его рожу, и как он выглядит, и как выгляжу я. Я никогда людям не делал зла. Конец цитаты. А с чего ты взял, что я людям делал зло, а уж тем более сознательно? И при чем здесь вообще внешность? Ну, он, видите, как из Пушкинской этой, царевной, наверное. Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи. Вот нарцисс. Да, я выгляжу, может быть, для своих пятидесяти пяти, там, с половиной лет не самым лучшим образом. Но я онкологически больной. Я пережил тяжелую полостную операцию. У меня хронический лейкоз крови. Да при моих заболеваниях другие люди либо спились бы, либо вообще ни хрена ничего не делали. А только плакались бы и т.д. и т.п. Я по мере сил и возможностей стараюсь работать. Вот сейчас сел писать новую книгу. Езжу, даю интервью. У меня сейчас будет еще одно интервью. В 4 часа, значит, на красной линии у меня будет запись. Понимаете? Какое твое дело? Как я выгляжу? И так далее. Я что, девка на выданье, что ли? Что ты при всех обсуждаешь чужого человека, тем более его лично? Но это неприлично. Как тебе не стыдно? Вот для меня он просто пустое место. Я вот после всего вот этого знать и видеть его не хочу. И все его, так сказать, потом... А, ну у него же привычное амплуа. Извиняться. Николай Николаевич, он поливал грязью Платошкина, его жену бедную. Вообще, кристально честную женщину. Бессовестно абсолютно. Николай Николаевич, мы котелками раскланились, все, я ваш там, это... Зюганова, как только не поливал, Рашкина там. Я неприменительно сейчас к этим персонажам вообще, да? Потом. А Станину, которая шла с ним вместе по 208 округу. Потом. Я протягиваю вам руку, если что наговорил не так, но вы меня извините. Знаете, для него извините, это все равно, что высморкнуться. Но так нельзя себя вести. Да у нас украли голоса. У меня украли в 208 округе. Да у нашей партии украли... Товарищ Шевченко, можно задать вам один принципиальный вопрос? Покажите хотя бы один иск в какой-нибудь суд, где вы в доказательном порядке изложили ваши претензии по поводу того, что у вас украли голоса. Ну что ты врешь-то? Я же видел протоколы по их округу. Он четвертое место занял. И Астанина, кстати, была на третьем. И она намного его опередила. Но если бы тебя украли голоса, то ты бы как бы мог бы потягаться там первое и второе место. Но извини меня, не четвертое. Зачем ты людям врешь-то? И потом ты уж честно скажи, положа руку на сердце, как на смертном адре. Чей-то тебе вдруг перед выборами принесли готовую партию с голубой каемочкой. Как Платошкин захотел зарегистрировать партию, его сразу закатали. А тебе напротив партию принесли. А потом ты мне будешь рассказывать о том, что Андрюша Богданов, бывший владелец этой партии, ну такой умудренный шакал, он так знает историю Москвы. Да я этого Андрюшу Богданова, вот таким спиногрызом еще знаю. Тупее вообще существа трудно было придумать и представить. Понимаете? Председатель Госдумы Вячеслав Володин не так давно заявил, что Советский Союз развалился из-за пустых полок. Вы не согласились с его утверждением. В одном из интервью вы комментировали. Сейчас полки ломятся у нас от продуктов. Но есть некоторые проблемы с правами человека. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но вот введение QR-кодов, законопроект, который, возможно, обяжет всех вакцинироваться, вы как к нему относитесь? Я вообще к обязательным каким-то процедурам, которые тем более приобретают законодательный характер, отношусь отрицательно. И это не касается в частном случае, например, этих пиар-кодов. Или как они там называются? QR-кодов, да. Ну, QR-кодов. Я даже не знаю, как они точно называются. Понимаете, здесь должна быть как бы единообразная и понятная для самого простого обывателя государственная политика в сфере вакцинации, здравоохранения, лечебных процедур, ну и так далее, и так далее. А у нас вот уже второй год наблюдается какой-то бардак, я прошу прощения за это слово, или кавардак, как в системе государственного управления, так и в системе оказания медицинской помощи, так и в пропаганде и агитации. То есть все сферы государственного управления, они, по сути дела, провалены. Я вот делаю такую колеряцию на Советский Союз. Я вас уверяю, что если бы Политбюро ЦК приняло какое-то решение, то это решение проводилось бы на общегосударственном уровне с конкретными ответственными лицами, с конкретными сроками и с конкретными целями и задачами. Эти цели и задачи были бы доведены до всех уровней управления, и любое нарушение решений высших партийных и государственных органов, оно бы строго каралось по закону. А у нас сейчас получается, что в Москве делают одно, в Московской области другое, где-нибудь в Татарии третье, в Якутии четвертое и так далее, и так далее. Все отдано на откуп губернским властям, и они все во что гораздо. Это, естественно, вызывает у людей соответствующую реакцию отторжения. Плюс здесь надо понимать, что, по сути дела, создание вакцины превратили в какой-то очередной бизнес-проект. Вместо того, чтобы действительно консолидировать усилия всего мирового сообщества, если это действительно общемировая угроза, начинается бизнес-соревнование по продвижению национальных вакцин. При этом понятно, что свой товар преподносится в самых лучших красках, а конкурентный товар преподносится в противоположных красках. Потом, если вы хотите убедить граждан вакцинироваться, то не надо пускать на телеэкраны каких-то актеров, каких-то известных личностей, людей, которые вообще ничего не понимают в медицине вообще, а уж тем более вакцинации. Я вот никак не могу понять. Вот у нас есть знаменитый пульмонолог, академик Чучалин. Я еще пацаном был, я всегда видел подпись академика, тогда он еще был член КОР и профессор Чучалина, под некрологами всех высших должностных лиц советского государства. И Брежнева, и Андропова, и Суслова, и Черненко, и Устинова, и так далее, и так далее. Это действительно крупнейший ученый, специалист по легочным заболеваниям, ученый с мировым именем. Его в начале как бы привлекли к какому-то совещанию с участием президента, он там что-то не то сказал, и после этого он с экрана вообще пропал. Комментируют ситуацию с ковидом все кто угодно, но только не специалисты. Почему не дать слово академику Чучалину? Что вы боитесь? Он что-то не то скажет? Понимаете? И вот эта вот ситуация, вот этот разброд и шатание, как бы сказал Владимир Ильич Ленин, оно и порождает в людях, с одной стороны, непонимание, а с другой стороны, естественный страх. И недоверие. Ну, конечно, нам все время... Вы посмотрите, как вот идет нагнетание, причем оно идет волнами. Я же вспоминаю, как начиналась вся эта история с ковидом у нас. Нам показывали Италию, где началось повальное заболевание и колоссальная смертность, прежде всего, в домах престарелых. Показывали эти гробы, которые стоят штабелями и т.д. и т.п. При этом мы не закрывали границы с той же Италией. У нас энное количество граждан, исчисляемое тысячами, летало на всякие распродажи в Милан и другие, так сказать, города Апеннинского полуострова. Потом мы очухались. Ну, в общем, я считаю, что вот вся эта ситуация – это колоссальный прокол, прежде всего, системы государственного управления. Во всех сферах и во всех сферах. Почему я вообще упомянула Володина, его заявление? Он же потом добавил, что страна не выдержит очередной революции. И отсюда вопрос. Вот ведение обязательной вакцинации может привести к массовым протестам в нашей стране? Ой, ну это мне трудно сказать. Я не могу судить об этом. Во-первых, я не посещаю регионы, а делать какие-то обоснованные выводы на основании тех видеороликов, которые сейчас активно размещают на YouTube-канале или каких-то других каналах, я не могу. Потому что там выступают с этими заявлениями ну, несколько десятков, до сотни человек. Это какая-то активная прослойка граждан. Насколько они отражают мнение всех жителей региона, я вот не буду гадать на кофейной гуще. А то, что касается страна не переживет очередной революции. Слушайте, любая революция, с одной стороны, это и есть порождение самой правящей элиты, а с другой стороны, это и есть объективный процесс, который не зависит от воли и хотелок каких-либо политических или общественных персонажей. В обществе происходят неизбежно какие-то количественные изменения, и когда сумма, общая сумма этих количественных изменений переходит уже в качественное состояние, то неизбежно происходит и качественная трансформация чего-либо, например, политической настройки или социального базиса, экономического базиса, который уже не зависит от воли конкретных персонажей. Другое дело, что, безусловно, в обществе всегда найдет ценное количество граждан, которые, будучи проницательными политиками, проницательными учеными, общественными деятелями, могут оценить с одной стороны время, а с другой стороны масштаб этих изменений и оседлать это, как вот произошло в 1917 году. Ведь я напомню, что когда Ленин приехал в Петроград и выступил со своими знаменитыми апрельскими тезисами, то он был не только не понят своими политическими оппонентами или откровенными врагами, но он даже не был понят многими руководителями самой большевистской партии. Ему пришлось долго и упорно доказывать правоту своих идей. Но в силу особого авторитета Ленина, его харизмы, как бы мы сейчас сказали, его убежденности, его, прямо скажем, ультиматумов, ему удалось повернуть колесо истории вспять, как говорится, да, и двинуть вот этот революционный процесс. Но такие фигуры рождаются раз там в сто, а может быть в тысячи лет. Поэтому трудно сказать. Я не Баба Ванга, а уж тем более не какой-нибудь политтехнолог, которому за болтовню платят деньги, и он поэтому вынужден говорить то, что ему говорят говорить. Вот о чем речь. А вот публичные заявления известных людей, там Симоньян, который отреклась от родственников и друзей, которые не вакцинированы, Михаил Леонтьев, который в резкой форме у Куликова называет не вакцинированных баранами и даунами, Макаревич тоже баранами назвал людей. Вот как вы вообще к таким резким заявлениям относитесь и вообще вот к этой истерии вокруг вируса, которые есть, никто не отрицает. Да, ну ничего удивительного нет. Это вот о времена унравы. В Советском Союзе услышать из уст какого-то известного человека, деятеля культуры, крупного журналиста, общественного деятеля подобного рода вещи было невозможно в принципе, потому что тогда был совершенно иной уровень культуры и уровень уважения к людям. А сейчас, пожалуйста, каждый щелкопер выходит и высказывается подобным образом. У нас на телевидении сейчас стало нормой, например, ругаться матом, устраивать постоянные скандалы. Я как-то был на одном из центральных каналов в очередном ток-шоу, куда я перестал ходить сейчас по принципиальным соображениям. И оказавшись в очередной раз в такой вот некрасивой ситуации, когда пришлось перебивать, значит, повышать голос, я говорю, ну зачем вот вы превращаете вот эту программу в базар? Ну дайте вы хотя бы 2-3 минуты человеку спокойно высказать свою мысль, завершить эту мысль и затем, значит, поучаствовать в дискуссии. А на что мне было сказано? Хо-хо-хо, тогда нас смотреть, говорит, никто не будет. Наша-то главная задача, вот я цитирую, что мне было сказано, чтобы домохозяйка, которая стоит у плиты и готовит своим там внукам, детям и прочим домочадцам обед, побросала все к чертовой матери и прибежала к телевизору, когда она услышит вот какой-то подобного рода хайп, скандал или мордобитие. Вот у нас сейчас все эти программы, в том числе политические ток-шоу, нацелены главным образом на это. Вот вчера, например, у Соловьева вечером я был свидетелем, как чего-то не поделили Миша Делягин и Николай Злобин. Так Злобин психанул, не сдержался, выскочил из студии, как ошпаренный. До этого на Первом канале этот Запорожский... И Осташка, да? И Осташка, сцепились. Но слушайте, Осташка вообще повел себя вверх непрофессионально. Запорожский это известный провокатор. Я еще пять лет назад у Андрея Медведева в его программе на «Россия-1» с ним сталкивался и видел, что это за персонаж. И зачем он вообще участвует в подобного рода программах. Я думаю, что Осташка в данном случае сознательно пошел на обострение ситуации. Для чего? А для того, чтобы слепить себе образ настоящего русского патриота. Что по нем заговорили. Что сказали, вот он встал на защиту бойцов рабочей крестьянской Красной Армии. Как это, драпанули и т.д. и т.п. Понимаете? Один сознательно создал провокацию, а второй на нее отреагировал именно так. Он мог бы отреагировать по-другому. Но отреагировал именно так. Он искал, я думаю, даже повода для того, чтобы выставить себя в первых рядах борцов за историческую правду, за защиту нашего святого прошлого и т.д. и т.п. Нарабатывая себе очки. Но он уже дрался с Томашем Ацичаком, даже ринг устраивал. Вот начинал он уже тогда. Поэтому он, кстати, оказался на первом канале. Заметьте, ни я, ни вы, ни кто-либо из присутствующих. Кстати, знаете, интересный момент. Меня часто приглашают на желтый ток-шоу «Малаховщина», вот эта вот история. И когда я была, вот только приехала в Москву, я еще как бы считала, что это круто оказаться в телевизоре. Сейчас я пересмотрела свои вообще ценности, но там какая вот политика? Ты приходишь, на одном диванчике сидят за, на другом против. И чем громче ты кричишь, тем лучше. И если ты спокойненько, интеллигентно сидишь, ты никому не нужен. И сейчас мне раза три в неделю звонят, я просто отказываюсь вежливо, потому что это не мой формат абсолютно. Я тоже отказывался. Дело в том, что я один раз, к сожалению, купился на подобную программу на Первом канале, где обсуждали внебрачных детей Сталина. Я когда приехал туда, там была вот эта вот аферистка, заявившая о том, что, дескать, она внебрачная дочь Иосифа Фиссарионовича, и мать ее родила в тюрьме, еще при жизни Иосифа Фиссарионовича. Но дело в том, что она даже не знала, как ее маму на самом деле называли. Она ее называла почему-то Валентина Истомина, хотя, значит, в составе личной охраны Иосифа Фиссарионовича такого человека никогда не было. Истомину, это старший лейтенант госбезопасности, звали вообще-то Варвара. Очень удивительно, почему ты не знаешь имя своей настоящей мамы, если ты уверяешь, что она родила тебя от Сталина. И когда я об этом сказал, там, понятно, немая сцена из «Ревизора». Плюс там пригласили двух негодяев, я даже не буду их называть фамилии, которые рассказывали всякого рода, не то что байки, а просто клеветали на Сталина и Берия, что, дескать, у Берия был чуть ли не целый гарем из двухсот проституток, который периодически поставлял их на дачу Сталина в Кунцево и так далее. Как они ожелтили вообще исторически. Да, я их, естественно, разоблачил, сказал, что как вы опустились до того, чтобы вот подобного рода персонажей, негодяев приглашать на центральное телевидение. Потом после программы эти два негодяя бегали за мной, умоляли, чтобы я больше нигде их не разоблачал, что, дескать, они потеряют доход, а их же приглашали не только на эти программы, но на тоже ТВЦ, на РЕН-ТВ и так далее, и так далее. Понятно, что им платили. Мне, например, никогда за участие не платили, и я после вот этого случая вообще отказался на какие-либо подобного рода программы ездить. Потом я отказался от участия во всех ток-шоу. А это вот как раз случилось где-то за год, там, может быть, полгода до всей этой ковидной ситуации. По-моему, последний раз на центральном канале я был что-то то ли летом, то ли осенью 2019 года. А потом принципиально не стал ездить. Хотя меня вот где-то месяц или полтора назад приглашали на один из центральных каналов поговорить по поводу Бабьё Яра. Как раз вот в таком ток-шоу. Я спросил, кстати, там будет Запорожский? Мне сказали да. Я говорю нет. Спасибо, до свидания. Потому что, к сожалению, вот эти ток-шоу, они превратились в такой вот самый мерзопакостный, что ли, продукт нашей современной российской пропаганды. И плюс надо иметь в виду, что в этих ток-шоу принимают участие одни и те же персоны. Вот вы обратите внимание. Люди, которые у нас от скуки мастера на все руки. Неважно, какую тему обсуждают. Главное... Эксперт по всем вопросам. Да, по всем вопросам. По-моему, летом этого года, или в мае, или в июне, обсуждали ситуацию с НАТО. И я смотрю в нескольких ток-шоу, где обсуждалась эта программа, авторитетные эксперты, якобы историки по своему базовому образованию. Это не значит, что они остались историками. Ну, тот же Сергей Станкевич, тот же Николай Злобин и так далее. Они заявили о том, что, вот, дескать, создание Варшавского договора стало прямым следствием создания НАТО. Это написано во всех школьных учебниках. И в советский период, и сейчас. Но дело в том, что то, что написано в учебниках для школьников, для обывателей, это не есть экспертная оценка. Вас же пригласили в студию обсудить эту тему не потому, что вы закончили 10 классов в общеобразовательной школе, а потому, что вы имеете высшее специальное образование, и вы повторяете вот эти вот школьные мантры. Потому что на самом деле создание Варшавского договора стало прямым следствием подписания так называемых Парижских соглашений и их ратификации, которые предусматривали, с одной стороны, создание ЕОС, это Европейского оборонительного союза, а с другой стороны, ремилитаризацию ФРГ, включение ФРГ в структуры НАТО, ну и так далее, и так далее. То есть там целый ряд было позиций в развитии, с одной стороны, Брюссельского пакта 1948 года, а с другой стороны, так называемого Боннского протокола 1952 года, изменение оккупационного статуса ФРГ, ну и так далее, и так далее. Это долгая история. То есть я вам говорю о том, что вот таков уровень экспертов. Вот я бы, как эксперт, если бы меня спросили бы, я бы сказал, почему Советский Союз пошел на создание ОВД, инициировал создание, и показал бы шаги, какие он предпринял. Ведь там же до этого было, например, Берлинское совещание СМИТ, Совета министров иностранных дел. Потом было выступление Маленкова на сессии Верховного Совета. Затем было официальное предложение со стороны Молотова о вхождении Советского Союза в состав НАТО, с тем, чтобы изнутри трансформировать НАТО в систему коллективной безопасности в Европе, и так далее, и так далее. А противоположная сторона предпринимала свои ответные шаги. И вот на параллелях, что ли, двигались обе стороны вот к разрастанию этой конфронтации. И создание организации Варшавского договора, оно стало прямым следствием развития как раз тех процессов, которые начались еще с момента окончания Корейской войны. Потому что после смерти Сталина у нас возникла иллюзия, на Западе тоже, в частности у Черчилля, что уход Сталина из жизни даст возможность нормализовать союзничные отношения. Вот мало кто знает, но у нас ведь до 1954 года сохранялись союзные договора с Великобританией и Францией, которые были подписаны в 1944 году. И они были расторгнуты советской стороной именно в 1954 году. В знак протеста, прошу прощения, в 1955 году, в знак протеста против ратификации Парижских соглашений. Перед тем, как провести в Варшаве учредительную конференцию по созданию ОВД, мы первым делом расторгли вот эти договора. Понимаете? А иллюзия-то была. Но Запад все сделал для того, понятно, под диктовку Вашингтона, с тем, чтобы вот этот маховик холодной войны разгорался и дальше. Я сейчас, может, ушел в сторону, но я сознательно это сделал. Почему? Чтобы люди, которые смотрят до сих пор эти ток-шоу, я их практически не смотрю, может быть, краем глаза. Они понимали, что зачастую так называемые эксперты, которых так именуют, не являются таковыми. Зачастую они несут просто либо от себя тяну, либо откровенный бред. И прислушиваться к их оценкам, ну, ей-богу, не стоит. Ну да, их выбрали, наверное, по принципу харизматичности, яркости, скандальности. Ну, известности какой-то. Понимаете, работают. Я же знаю, как изнутри. Мне же тоже сначала было очень интересно принимать участие в этих программах. Первая моя программа, например, в ток-шоу «Время покажет» была еще во времена Петра Толстого. Меня туда пригласили вместе с Костей Семином. Это 16-й год был. А потом меня стали приглашать на другие программы. Вот все известные ток-шоу, и Скобеевой, и Бабаяна, и Соловьева и так далее, я, что называется, пропахал. Я у Норкина была пару раз. У Норкина, да. У Андрея, тем более мы с Андреем учились в одной школе. Да, жили по соседству. Вот, наши мамы, кстати, приятельствовали. Но у него мама, правда, умерла уже давно, по-моему, еще когда Советский Союз был. Так вот, кстати, к Норкину, знаете, почему я не хожу? Почему? К ним пришел несколько лет назад редактор новый, и на меня пальцем показал и сказал, пока я здесь главный редактор, вот этого коммуняки здесь не будет. Да. Я сказал, ради бога, пожалуйста. Перекрестился, и, как говорится, поэтому меня там и нету. А на других программах я не езжу. Ну, видимо, по тем же обстоятельствам. Ну, я, честно говоря, и не горю уже особым желанием. Потому что я изнутри эту всю кухню познал, понял, мне уже это неинтересно. Понимаете, стоять целый час, а то и больше на программе, чтобы тебе дали возможность что-то сказать там в течение двух-трех минут, да еще это на повышенных тонах, да еще отвечая на какое-то очередное хамство или какой-то очередной бред со стороны там видимого оппонента, у них там есть уже свои, так сказать, актеры, и не будем мешать... На ставке. Да, на ставке, в прямом смысле на ставке. Мне, кстати, одна программа, я не буду говорить, какая, предлагала подписать с ними договор, чтобы я ездил на съемки этой программы как на работу, 350 тысяч рублей в месяц, вот, и будьте любезны. И при этом поставили условие, что на другие ток-шоу я не должен ходить. Я поблагодарил, сказал, что нет, спасибо. В интервью канала «Метаметрика» вы сказали, что во власть стремятся проходимцы. И мне интересно ваше мнение узнать. Вот есть лидеры левого движения, левой идеологии, там, Николай Платошкин, Николай Бондаренко, которые тоже стремятся к власти. Вот как вы к ним относитесь? Они тоже проходимцы, на мой взгляд? Нет, нет, ну, Платошкин, конечно, нет. Я Николая Николаевича знаю, не скажу, что давно и хорошо, но за несколько лет нашего знакомства я успел с ним познакомиться. Во-первых, я хочу сказать, что это, безусловно, один из немногих действительно высокообразованных людей. Я сам у него учусь и иногда поражаюсь объему той информации, которой он владеет и которой он легко оперирует. Это не каждому дано. Причем не только по отечественной истории, но и по зарубежной истории, что очень важно. Таких вот специалистов, на самом деле, которые одинаково плавали бы, условно говоря, по всем морям и океанам мировой истории, это большая редкость, хотя, например, целый ряд его оценок советской истории, ее персонажей, вызывает у меня, ну, как бы, низкое чувство отторжения, но довольно критическое восприятие. Но я не считаю нужным это выносить как бы на всеобщий спор. Если есть потребность, например, с его стороны или с моей, мы можем устроить какую-то дискуссию вполне корректную, например, по фигуре Хрущева или фигуре Тухачевского. Хотя у нас был, например, совместный эфир, где мы высказывали разные точки зрения по Катынскому делу на радио «Спутник». Это, наверное, года полтора или два назад. Вообще, мне бы хотелось, наверное, сделать такой формат, где, ну, в виде дебатов, чтобы какие-то исторические события, историки действительно грамотные, как-то дебатировали друг с другом. Слушайте, ну, тут надо иметь в виду, что если это будет академическая дискуссия, то она не вызовет большого интереса. А я не беру в данном случае там меня или Платошкина, которые там более-менее известны. Хотя я не строю иллюзии по поводу своей известности. Меня от силы знает, ну, может быть, миллион человек на всю страну. Когда мне говорят, что, дескать, тебя вся страна знает, что ты пользуешься популярностью, ну, я трезвый человек. Я говорю, нет, не заблуждайтесь. Те, кто смотрит YouTube, ну, там, миллион, может быть, два миллиона человек от силы, условно говоря, вот те каналы, может, меня и знают. Это не значит, что они разделяют мои взгляды там, или воззрение, или позиции и так далее. Вот. А остальные 145 миллионов, вы знаете, не знаете, кто такой Спицын. Ну, мои подписчики очень долго вас спросили. Нет, ну, я согласен, но опять-таки, понимаете, это как бы эти подписчики входят в число того самого миллиона, ну, может быть, максимум двух, которые это... Я, слушайте, у меня своя социология. Я вот иду, например, пешком в поликлинику, когда кровь сдавать. Вот, ну, это где-то с километра, может быть, надо пешком пройти. По парку. И вот люди гуськом идут к метро. Понимаете? Вот пройдет 100 человек, ну, 2-3 человека со мной поздороваются. Вот вам и вся социология. Понимаете? То есть, ну, 2-3 процента от силы. Поэтому я как бы не строю в этом отношении иллюзий. Потом я не актер, не красная девица, чтобы, ну, стремиться, что ли, вот, к всеобщей узнаваемости. Ох, тем более... Мое главное предназначение, как я считаю, состоит, первое, просвещение, в историческом просвещении людей. А второе, в попытке сделать заслон или поставить заслон вот той, на мой взгляд, самой бесстыдной публике, которая сознательно извращает нашу историю. И отечественную историю, и мировую историю. Я уже не знаю, по каким они делают это соображением, либо за деньги, либо в силу тупости и ограниченности собственной персоны, но просто вал идет вот этой брехни, несусветной брехни, от которой тошнит. Понимаете? Я тут с очередным мемориаловцем на Комсомольской правде дебатировал. Ничего по существу. Одни лозунги, мы самые... Да нас академик Сахаров. Ну и что, что академик Сахаров вас основал? Дальше что? У них там ни одного профессионального историка нет. А, самое смешное в другом состояло. Я говорю, что ваш бывший руководитель, который там несколько лет назад ушел в мир иной, не буду упоминать его фамилию, он был осужден в первой половине 80-х годов. Так вот, он был осужден в первой половине 80-х годов за подделку документа, с тем, чтобы он мог проходить в государственный архив. Тогда существовала такая уголовная статья. Его осудили за конкретные преступления. Я об этом сказал. Он говорит, а что, он не мог разве подделать этот документ? Я говорю, конечно, не мог. Ну как? Ему не разрешали ходить, а другие ходили. Значит, он правильно сделал, что он... Вот, понимаете, уровень правового сознания наших либералов. Для всех закон, а для нас нет-нет. Мы вот считаем, что мы некие особые. Вот они так, собственно говоря, и проводили все свои изыскания в области тех же жертв политических репрессий. У них, например, жертвами политических репрессий являются все, кто был осужден за мужеложество. Но тогда в Уголовном кодексе была такая статья. Всю Глубятину сажали, так сказать, в тюрьму за их сексуальные пристрастия. Нравится это, не нравится. Они были посажены по закону. Какие это политические заключенные? Дальше. Власовцы, лесные братья, бандеровцы и так далее. Это что, политические заключенные? А у них все, кто попал в систему ГУЛАГа при Сталине, это все политические заключенные. Ну как вот с такими людьми можно вести какой-либо содержательный диалог? Слушайте, я вам по секрету скажу. Я вот специально консультировался. Из всех так называемых неправительственных организаций, общественных организаций, мемориал получил за вот эти 35 лет своего существования больше денег, чем вместе взятые все неправительственные общественные фонды. Это сотни миллионов долларов. А вы покажите результаты вашей работы. Сборнички Никиты Петрова о руководящем составе НКВД, ваши эти дурацкие конкурсы по сочинениям на тему репрессированных среди школьников, старшеклассников. Вы лучше нам покажите ваши яхты, дворцы и банковские счета, на которых осели вот эти вот средства, которые Госдепартамент, ЦРУ и прочие западные конторы выделяли вам для борьбы с тоталитарным режимом, для очернения собственной истории. Понимаете? А сейчас они подняли вой. Вот-вот нас сейчас закроют, как иностранных агентов. Так они не стесняются этого. Они на самом деле иностранные агенты, потому что они получают, в частности, из Госдепа США, напрямую финансирование через эти гранты. Я сделала вот постоянную рубрику. Мне интересно, как герои мои раскрываются. Вот я называю год, а вы вспоминаете, что в этот год произошло, самое значимое. 85-й. Ну, 85-й, если в политическом смысле. В вашем личном, вот в биографии вашей. В 85-м, так я в армии был. В армии служил. Какое-то событие, может быть, за... Ну, я сейчас не помню, я служил в Средней Азии, в Киргизской ССР, во внутренних войсках. Я просто помню, что даже будучи в армии и ангажированной политикой, я понимал, что Черненко не жилец, и что вот-вот что-то должно произойти. И, как известно, 10 марта он ушел из жизни, а уже 11 марта Горбачев стал генеральным секретарем. Ну, а так можно вспомнить много событий. Апрельский пленум ЦК, это старт не политики перестройки, а старт политики ускорения, антиалкогольную кампанию, приход Бориса Николаевича, высший эшелон на власти, ну и так далее. — 97-й. — Ээээ... Так... Это опять личное. — Личное, хочется с вашей вот жизнью что-то интересное. — Ну, я так сразу не вспомню. В 97-м я помню отдыхал в Ницце. Это был мой первый отдых в Ницце. И он мне очень запомнился. — А работали вы в тот момент где? — А я работал учителем в школе у Шаталина. Там, кстати, мне платили хорошие деньги, потому что в школе платили совсем мизерные деньги. Но я продолжал работать, я не хотел бросать детей, и мне нравилась эта работа. Тогда мне нравилась эта работа. Во-первых, тогда были дети другие. Во-вторых, тогда была по-настоящему подлинная свобода творчества. Никто не следил, никто не делал замечаний, то есть учитель был предоставлен сам себе. И вот в зависимости от потенциала учителя, от его желания научить детей, он получал полную свободу действия. Я прям купался. Откуда мой пятитомник вырос? Вот из тех лекций, которые я тогда писал, понимаете. У Шаталина я работал, плюс в частной школе я работал, плюс у меня были дети, которых я готовил в институт. То есть я зарабатывал хорошие деньги, но опять-таки я с утра до вечера пахал. И субботу, и воскресенье, потому что, как правило, репетиторством я занимался на выходных. И, как правило, ездил. Не ко мне приезжали, а я ездил. Вот. Ну, тогда я был на четверть века моложе, тогда у меня еще... Знаете, как у Есенина есть такие стихи? Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, Эль, ты приснилась мне. Шикарные слова. Гениального Есенина, который был совсем молодым тогда человеком. Но он уже в 30 лет стал скупее в желаниях. Я еще в 30 лет скупее в желаниях не был. Поэтому мне хотелось всего. Поэтому я много работал, зарабатывал и позволял себе такие роскоши, как отдыхать в Ницце. Сейчас я действительно стал скупее в желаниях. У меня денег стало гораздо больше, чем у меня было 25 лет назад. Но потратить их не на что. Удивительно. Потому что мне яхты не нужны, дворцы мне не нужны. Что я как привидение буду ходить по этим дворцовым этажам и восхищаться там какими-то дебильными там люстрами и фейковыми там панелями под древних греков? Зачем? А на что бы вы потратили вот все свои деньги? За что бы отдали, вот если бы была ситуация? Ой, если бы моя мама хотя бы еще год прожила. Все бы отдал. Задумывайся. Ну и последний, ближе к нам уже, год 2012. 2012. Слушайте, вот удивительно. Я первый раз это встречаю, потому что вот так вот сходу даже и не вспомнишь, а что же было в 2012 году? А, мне операцию делали как раз. Мне оперировали рак желудка. И слава богу, я вот действительно в прямом смысле, не юродствуя, это вот, и мне врачи это сказали, потому что у меня была очень тяжелая ситуация, у меня была карцерома рак, и вопрос стоял, в общем, ну как бы, я уже смирился, я на самом деле, мне было тогда 46 лет, я как-то, ну, спокойно абсолютно, вот на операцию поехал, ну да, да, нет, нет, и вот, благодаря Господу, и вот тем гениальным врачам, которым действительно надо ставить память, Дмитрий Владимирович Комов, профессор, зав.отделения, ему вот в августе было 80 лет, он до сих пор оперирует, вот насколько, вот кому памятники надо ставить и ордена давать, а не вот этой шалупони из Госдумы, Жириновский, полный кавалер ордена за сослуги перед Отечеством, Чубарьян, полный кавалер, да вы кому даете эти побрякушки, позор вам, Лена, Поддубская, вот я с ней буквально вчера разговаривал, человек, который буквально заряжен на помощь людям, и деньги за это не требуют, у меня подруга заболела в Эмиратах, тяжелой формы онкологии, поджелудочной железы, которые не оперируют, потом Петухов Юрий Павлович, то есть, вот я до сих пор, вот почти 10 лет прошло, вот я до сих пор со своими врачами дружу, считаю их своими ангелами-хранителями, самое главное, что за эти 10 лет, какому количеству людей они помогли, которых я к ним послал, вот мне прошлое, год, когда вот ковид начался, прошлый, женщина из Владимирской области пишет, говорит, Евгений Юрьевич, я знаю, вы болели онкологией, я тоже, говорит, болею онкологией, у нас здесь прекратили оказывать онкологическую помощь, не знаю, что делать, у меня вопрос ребром стоит, я позвонил Лене, связал их, и так далее, и так далее, она мне там через несколько месяцев пишет, вы спасли мне жизнь, не я спас, они ей спасли, но они взяли эту женщину из Владимирской области без всяких этих, прооперировали ее, провели ее курс химиотерапии, и так далее, а если бы не вот эта ситуация, человека, может быть, уже давно бы не было, и вот таких случаев полным-полно, то есть вот эти люди, которые оперировали меня, они в прямом смысле идут на помощь, спешат на помощь людям простым. А вот когда вы узнали о диагнозе, вот первая эмоция, за что? Был такой вопрос? Нет, я вот этими мистическими этими не страдаю. Конечно, я как любой человек грешен, но я вас уверяю, что не более чем кто-либо, и потом сознательно, вот клянусь вам, я никому не делал зла, действительно, никому не делал. Так получилось по жизни. Я делаю, я вообще по сути своей добрый человек, и себя иногда за это корю. Мои родственники этим очень пользуются, потому что там та же матушка покоенная, сестра и так далее. Вот они ко мне начинают с чем-то приставать, а ко мне надо заезжать издалека. Я сразу понимаю, сейчас начнут сносить мозги, а мне так это муторно, и я говорю, ну что надо-то, что-то купить, например. Я говорю, ну возьмите деньги, купите, только отстаньте от меня, ради Бога. Или там взаймы дай деньги. То есть, может быть, поэтому. Я вот почему не люблю интриги, вот это все, потому что у меня сразу портится настроение. Я вот к этому, и вот, как кто-то сказал про Льва Лещенко, говорит, Лева, говорит, добрый человек, если бы он, говорит, был женщиной, но он бы все время ходил беременна. Вот я типа того. Но, может быть, моя доброта проистекает как раз вот из нежелания вот погружаться во все эти... Мне проще человеку дать деньги или там что-то купить, чем он мне будет капать на мозги, и я буду... Ну понятно, да? Вот. Поэтому осознательно зла я не... Я не... Потом в этом смысле я лентяй. Вот. Я на самом деле вот если мне что-то не нравится, не хочется, я... Ну вот, не делаю это, да. Недавно наткнулась на интервью с одним историком эпатажным, Евгений Панасенков. Андрей Ильич Фурсов вообще не захотел о нем говорить, он не считает его историком. и когда ему задали вопрос «Россия через 10 лет нужно сделать прогноз, он так вот...» Ему не понравился этот вопрос, и я заметила, что когда я задаю его историком, вот его часто обходят. Даже вы сегодня сказали, что вот я не Баба Ванга и так далее. А вот мне всегда казалось, что если историк знает прошлое, все события ключевые в нашей истории, а история, как известно, циклична, то можно сделать какой-то аналитический прогноз или нет? Вы говорите, что история циклична, но это один из подходов цикличности истории. Я-то как раз не разделяю этого подхода. Я все-таки марксист, а Маркс говорил, что история развивается по спирали. Но это движение по спирали может быть не только вверх, прогрессу, но и вниз, к прогрессу. У нас обычно обращали внимание именно на вот такое движение истории, а не на такое. Но на примере нашей страны мы это видим, что история действительно развивается по спирали, но не всегда по пути прогресса. Могут наступать и периоды прогресса. По поводу Понасенкова, он действительно не историк, он не закончил ИСТФАК. То, что он учился там сколько-то лет на ИСТФАКе МГУ, по-моему, но это ровным счетом ничего не значит. У меня полно моих однокашников, которые, получив формально историческое образование и такой же диплом, как и я, не являются историками от слова совсем. И они сами прекрасно это знают и никогда, потому что они сразу после окончания вуза пошли работать кто куда. там у нас есть и сотрудники КГБ и таможенники и банкиры и домохозяйки и т.д. и т.п. Ну и последнее, может быть, под занавес нашей беседы, я на тысячи процентов солидарен с уважаемым мною Андреем Ильичем, что говорить о Понасенковой, ну это... Вопросы от подписчиков. Кто и когда вернет миру социализм? О, слушайте, ну вопрос такой, не на минуту, что называется, это надо отдельную передачу делать. Дело в том, что смена общественных отношений это естественный и объективный процесс, который является суммой разных факторов, в том числе случайностей. Но, как говорил классик, случайность это и есть непознанная закономерность, понимаете? Вот то, что у нас было в 17-м году, да, каких-то там месяц до этих событий Ленин на встрече со своими юными коллегами заявлял, что мы, старики, не доживем до решающих классовых битв. Он вот так именно сказал, не до революции как таковой, а до решающих классовых битв. Наверное, он тогда это имел, под этим имел в виду мировую революцию, мировую пролетарскую революцию. А через месяц полыхнула февральская революция, понимаете? занимаются прожектированием будущего. Футурологи, как правило, среди них психически здоровых людей нету. Хотя я знал одного такого, Юрий, по-моему, его звали, Бестужев Лада. Он у нас даже как-то выступал на факультете, когда я еще был студентом. Или не Юрий, но Бестужев Лада это точно. Он, кстати, историк был по базовому образованию, заканчивал в МГУ, и, по-моему, одна из его диссертаций была посвящена Крымской войне. Но потом он ушел вот как раз в эту самую футурологию. Так что давайте не будем отбирать у наших футурологов хлеб. Мне нравится, не знаю, историк он или нет, но есть такой эксперт по Украине Ростислав Ищенко, он вот крах каждую неделю. мы с Ростиком знакомы, да, и приятельствуем. Слушайте, ну, Ростик говорит то, что от него хотят услышать. Так что... А как вы относитесь к абортам и указу Сталина 1936 года, в котором его запрещали? Я, кстати, вот недавно читала новость, что в Польше протесты из-за того, что умерла 30-летняя женщина, потому что ей не сделали аборт, а там, как известно, запрещены аборты, да? Слушайте, мне трудно судить, я вот вам честно могу сказать, тут же надо подходить с одной стороны с медицинских позиций, с другой стороны с социальных позиций, с третьей стороны с демографических позиций. Если вот я, как государственный деятель бы, был бы на том посту, который бы мне дало право этот вопрос решать, я бы сейчас аборты запретил бы. Понятно, почему, да? Вымирание нации. У нас идет вымирание нации. Катастрофическое. Такого не было никогда в истории России. Вот я хочу это подчеркнуть. А вот есть мнение, что не аборты нужно запрещать, а уровень экономики. Тогда люди с удовольствием будут развиваться. Нет, я вас уверяю, что в Западной Европе, в той же Франции, ФРГ, Великобритании, не сейчас, а 30-40 лет назад уровень экономики и социальной защищенности граждан был огромный. Но демографические проблемы у них начались именно тогда. Потому что зажравшаяся публика, она начинает жить не ради детей, с которыми надо делиться, а ради себя, любимых. Child-free, да, и так далее. Поэтому у них, кстати, и возникла вот эта теория мультикультурализма. Давайте сюда завозить рабов из стран Африки и Азии. Мы их здесь в нашем котле переплавим, сделаем их такими же, как мы. Мы будем балдеть, они будут работать. Но это вот понятно, да, что благими намерениями вымощена дорога известно куда. И последний, я думаю, это писал хейтер ваш. А почему вы позволяете себе так по-хамски вести в соцсетях и материть тех, с кем не согласны? Ну, человек врет, потому что я никогда в соцсетях матерными выражениями вообще не выражаюсь. От слова совсем. Это первое. Второе. Я практически никогда в соцсетях ни с кем не дискутирую. Люди, которые что-то пишут, я либо оставляю без ответа, если мне это не нравится, то я просто удаляю комментарии. помощники ваши отвечают? Нет, нет, я веду все сам. Так что человек нагло врет. Я никогда, ну, по крайней мере, там, года три, никогда ни с кем не веду переписку, а уж тем более не матерюсь в социальных сетях. Зачем он задал этот вопрос? Ну, хайпануть, ну, пускай это насовестно его будет. А если одной фамилии, вот, мой традиционный вопрос, кто, если не Путин? Можете назвать? если не Путин? Ну, на мой взгляд, у нас пяток, десяток людей, которые в состоянии возглавить страну, есть. Я, вот я вам честно говорю, я знал всех руководителей страны за последние, которые руководили нашей страной, за последние, там, условно говоря, 40 лет. Горбачева, Рыжкова, Язова, Родионова и т.д. и т.п. То есть, это огромное количество людей. Со многими из них я до сих пор общаюсь, если они живы. Я их видел, как говорил Черномырдин, и спереди, и сзади, и сбоку, и сверху, и снизу. Многие из них замечательные люди, потрясающие люди, вот в человеческом отношении. Многие из них высокие профессионалы. Но, к сожалению, целый ряд из них люди малообразованные для таких постов, которые они занимали. Но я знаю огромное количество людей другого круга, которые по уровню образования и по уровню интеллекта дадут фору этим. Вот так сложилась судьба, что эти дошли до известных степеней и стали руководителями страны, а вот эти нет. Представлять дело таким образом, что только Владимир Владимирович Путин состоит. Но это значит расписываться в том, что если Путин уйдет, то страна погибнет. Ребята, не будьте идиотами. Если вы такое утверждаете, то значит вы заранее обрекаете нашу страну на погибель. Вы вообще-то подумайте своей головой, прежде чем подобные вещи заявлять. Понимаете? И потом очень часто во главе государства в прямом смысле оказываются люди, зашедшие на самые вершины власти по воле случая. Знаете, во времена Екатерины Второй, в эпоху расцвета фаворитизма говорили попал в фавор. Ну вот обычно. А еще было такое выражение попал в случай. Попал в случай. Оказался в нужном месте в нужное время. Вот у нас тот же Хрущев попал в случай. Тот же Брежнев попал в случай. Да и Горбачев попал в случай. А Путин? А Путин тем более попал в случай. Горбачев Горбачев Горбачев